Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько очень красивых и необычных идей из конечной стадии игры в русских шашках, или так называемом эндшпиле. Но, друзья, прежде чем мы перейдем к позициям, хочу сказать, что сегодня в 18.00 по московскому времени на сайте Gambler состоится ежемесячный турнир мастеров, очень престижный онлайн-турнир. И, друзья, сегодня я буду играть в этом турнире, а комментировать мои партии и помогать мне, чего греха таить, будут мастера спорта Владислав Шипилов и Иван Смурков. Начало 18.00. Присоединяйтесь. В этой позиции, друзья, не совсем понятно, как выигрывать черным. То есть черные во многих вариантах могут оказать сильнейшее сопротивление белым. Но у белых есть неожиданное и очень красивое решение. в этой позиции. Я буду ставить позиции, друзья, давать вам 5 секунд. То есть вы можете ставить видео на паузу, решать ее и затем включать видео, смотреть правильный ответ. В этой позиции белые побеждают следующим образом. Играем CB6. Если черные бьют в эту сторону, то белые просто бьют на B8. Ну и постепенно побеждают за счет того, что у них сохраняются две лишние шашки. Если же черные бьют в эту сторону, тогда белые проводят вот такую комбинацию. То есть отдаем красиво дамку, затем попадаем сами в дамки. И видите, черная дамка неминуемо гибнет. Белые очень красиво выигрывают. В этой позиции белые также очень неожиданно и красиво побеждают. Ставьте видео на паузу, решайте комбинацию. Но если не получится решить, ничего страшного. Можете заглянуть и подсмотреть решение. Белые играют CB2. Жертвуют шашку. Затем FE3. Жертвуют еще одну шашку. И самый сложный ход здесь надо найти. Белые неожиданно играют дамкой на поле D8. И, друзья, у черных есть три варианта боя. Если черные бьют в эту сторону, тогда белые бьют вот таким образом. Ну и легко побеждают. Если черные бьют в эту сторону, тогда ставим еще одну дамку. Черные вынуждены бить. И белые бьют вот таким образом. Останавливаемся именно на поле B4. Теперь черные вынуждены отходить. Мы занимаем верхний двойник и отсекаем по двойнику черных от похода в дамки. С легкой победой. Ну и последний вариант боя. Если черные бьют сюда, тогда бьем дамкой вот таким образом. Так, 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 так. С легкой победой. Следующие позиции вообще кажется невероятным, что белые вообще могут сделать хотя бы ничью. Но, тем не менее, белые побеждают при правильной игре во всех вариантах. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивое решение. Красивое и неожиданное. Белые играют неожиданно D7. Но обратите внимание, что сюда бить нельзя. Белые побьют вот таким образом. Ну и легко победят. Поэтому черные вынуждены бить на поле F6. Теперь тоже надо сделать необычный ход. Тихий ход CD6. И, как выясняется, друзья, неминуемо грозит вот такая отдача FG5. И затем D7. То есть на любой ход. Ну, какие возможны варианты. Если черные играют FG5, тогда играем таким образом. Затем играем D7. И белые бьют именно на поле F2. Важно остановиться на этом поле. И теперь на ход AB4 нападаем на шашку. Надо отходить. И затем занимаем большую дорогу. И бегаем по полям A1 и F6. С легкой победой. На ход AB6 или AB4 тут без разницы. Ну, допустим, AB6. Отдаем шашку таким образом. Затем таким. Затем шашка попадает в дамки. И продолжает свой удар как дамка. Ну, и здесь также легкий выигрыш. На AB4 занимаем большую дорогу. Если же черные играют HG7, тогда нападаем на эту шашку. Надо отходить. Фиксируем обязательно шашку А5, чтобы она не сдвинулась. Если она сдвинется, это будет ничья. Ну, и на ход HG5 единственный. Нападаем. Ну, и белые легко побеждают. Ну, последний нерассмотренный ход в этой позиции Fe5. Тогда делаем так называемую присоску Fe7. Ну, и как бы черные не побили, они здесь проигрывают. Например, так, так. Так. И белые попадают в дамки. То есть, эта дамка контролирует эти две шашки от похода в дамки. А эта шашка F4 контролирует эту шашку от похода в дамки. Белые легко побеждают. В этой позиции ход белых, они также побеждают очень красиво. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Не расстраивайтесь, если у вас это не получится. Тогда включайте решение. Белые играют HG3. У черных два варианта ответа. Либо ставить дамку на поле C1, либо ставить дамку на поле A1. Если черные ставят дамку на поле C1, то белые здесь легко побеждают. Отдаем одну шашку и затем ловим дамку черных с легким выигрышем. Если же в этой позиции черные ставят дамку на поле A1, то здесь снова возникает похожая идея, как и с предыдущей композиции. То есть белые играют GF4. Черные бьют. И затем играем D7. D7 надо бить в эту сторону, другого нет. Ну и белые делают тихий ход FG5. Надо отходить. Снова нападают. Ну и на любой ход белые подрывают пункт F8. И легко побеждают. Вот такой интересный механизм победы. Друзья, вообще рекомендую книгу Евгения Кондраченко «Русские шашки. Нестандартные приемы и позиции в Эншпиле». Кому интересно, ссылочку на данную книгу, где можно ее приобрести, оставлю в описании этого ролика и закреплю в комментариях. То есть данную книгу можно приобрести у иркутского шашиста Дмитрия Никифорова. Друзья, и заодно, конечно, поддержать творчество Евгения Кондраченко. Он сейчас, скажу вам по секрету, находится в очень неблагоприятной экономической ситуации, так скажем. Если есть возможности и желания, то можете купить его книги. И вы здорово поддержите его, друзья. А вообще, по стандартному Эншпилю я бы посоветовал приобрести книги. Это энциклопедия Эншпиля Максима Федорова, Нижегородского гроссмейстера. То есть это трехтомник. Первый том, второй том. То есть, видите, у меня тут третий том. Даже закладочки есть. Ну, кто, как говорится, победнее, можно приобрести книгу «Курс шашечных окончаний». Это «Маломед Барский». Тоже интересная книга. Тут и русские, и международные шашки, истоклеточные, так называемые. Ну и кроме того, есть старая книга Максима Федорова, гроссмейстера «Дама Эншпиль. Русские шашки». Если денег совсем нет, то вы можете прочитать данную книгу на интересном сайте. Альбатрос, по-моему, сайт литовских шашистов. Ссылочку оставлю также в описании этого ролика и закреплю в комментариях. Там она выложена. Вы можете ее прочитать бесплатно совершенно. Это фрагменты с партии между гроссмейстером Баиром Ренчиновым и мастером Иваном Смурковым. В этой позиции гроссмейстер Баиром Ренчинов, он играл белыми, ошибся. То есть белые могли сыграть на поле Б8 и затем разменять шашку черных А6 и добиться постепенно ничьей. В этой позиции есть интересная ловушка, которая была найдена мастером Михаилом Ольшанецким из Израиля. Я уже разбирал ее. Ссылку на данный ролик оставлю в верхнем правом углу. Это из дебюта Гамбит Кукуева может возникнуть подобное окончание. А в этой позиции гроссмейстер ошибся. Он сыграл дамкой на поле Е5 и мастер Иван Смурков очень красиво выиграл. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные неожиданно играют АЖ7, жертвуют шашку и делают тихий ход АЖ5. И выясняется, что белые не могут останавливаться на срединных полях из-за простого отхода дамкой на поле А7 и белые проигрывают. Если белая игра дамкой на поле А1, то возникает так называемый столбняк прием. То есть жертвуем шашку еще одну, затем жертвуем еще одну шашку и зажимаем дамку белых по большой дороге. Очень красиво. Поэтому у белых остался единственный ход. Это пожертвовать шашку и здесь сыграть на поле А1. Другого нет. Черные играют ФЖ3, но у белых единственный ход. Они нападают на шашку, но здесь черные точно играют шашкой на поле А2. И белые, видите, не могут останавливаться по двойнику на срединных полях из-за такого хода. И побили. Поэтому им приходится уходить на поле Б8. Но здесь черные резко играют дамкой на поле А7. Белые бьют. И черные бьют именно на поле Е3. То есть по верхнему двойнику нельзя останавливаться из-за такого хода. А сюда нельзя ходить, потому что черные ставят вторую дамку и легко побеждают. Вот такой красивый необычный прием. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество. Ну и сегодня, друзья, увидимся в 18.00 по московскому времени на турнире мастеров. Не забывайте, подходите. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. И, друзья, все-таки давайте воевать только на шахматной доске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok